За прошедшие сутки в Приднестровье 866 новых случаев ковида. Большинство заболевших переносят коронавирус легко и лечатся дома, но таких пациентов стало в несколько раз больше. Это сильно увеличило нагрузку на врачей поликлиник. Как проходит день участкового врача? На выезде репортаж Светланы Мартынюк. Это первая поликлиника на Балке. 10 утра. Больных с температурой здесь принимают в изоляторе. Есть врач и в чистой зоне. Здесь доктор готовится к выезду к тем, кто лечится дома. Правильно я понимаю? Да. Давайте познакомимся. Вы? Сукова Анталия Юрьевна, участковый педиатр. Но выезжаю и к деткам, и к взрослым, кто лечится на дому. Ага, вот я понимаю, что вы сейчас уже в обмундировании. У меня идет пульсоксиметр, у меня идет список адресов, у меня идут истории. Также у меня всегда есть такой пакет, где я везу таблетки. Мы идем к машине. Транспорт для врачей дает милиция. Как прохожие вас воспринимают? Ну, поначалу, конечно, все называли гномиками такими. А сейчас? Ну, а сейчас вроде ничего. Уже привыкли. Ага, весь маршрут по Балке, да? Ну, да. Ну, не вся Балка. Кусочек наш тут идет. Краснодонская тут вся, комсомольская, одесская. Можно мы с вами, да, поедем? Пожалуйста. Много сейчас болеют? Да, да. С этим омикроном, как говорится, очень много. Вот конец января, февраль, конечно. Такой вспышки у нас вообще не было, что мы так много выезжали. Такого количества не было никогда еще. Инспекционный период быстрый. Один заболел, через два дня уже к другому едем, через два, к третьему человеку семьи едем. Сегодня в списке Натальи Зубковой 37 пациентов. С обеда по адресам отправится другой врач. В день они обходят до ста человек. Хотя по нормам должны посещать втрое меньше болеющих дома. Чтобы успеть больше, доктор вот так перешагивает сразу через две ступеньки. Любовь Васильевна, добрый день, это доктор. Вы мне дверь как-то откроете? На один осмотр уходит 10-15 минут. Мы остаемся ждать внизу. У вас сейчас рядышком, да, здесь? Да, первый подъезд выезжаете, да. Ага. Доктор, вы очень быстро ходите, я не успеваю. Да, это работа такая, по-другому не умеешь. Пока переезжаем на другой адрес, доктор рассказывает очередную историю болезни. Вроде температуры уже четвертые сутки не было. Сегодня утром поднялась температура. Уже думаю, это просто будет госпитализировано. Сатурация низковата, 95, поэтому человек уже в возрасте, поэтому будет госпитализироваться. Ну, они сейчас сами немножко боятся. Если раньше как-то просили по возрасту, есть показания, что надо госпитализироваться. Нет, мы дома, мы сами, а сейчас, смотрю, все-таки немножко боятся. После объезда больных у врача еще очный прием в поликлинике. Кто-то приходит с обычной простудой, она никуда не делась, кому уже пора закрыть больничный. Врачей сейчас не хватает. Один терапевт часто на 2-3 участка. Официально рабочий день доктора с 8 до 17. Но по факту не заканчивается он и поздно вечером. Врач консультирует своих больных и по телефону уже из дому.